Импортозамещение. Наверняка это слово станет одним из самых употребляемых этой весной. Ну, по крайней мере для предпринимателей. Для своего дела им часто необходимо импортное сырье, а когда есть угроза его дефицита, приходится искать новые выходы. И выходы, к счастью, находятся. Сегодня с одной из таких историй у нас в гостях Виталий Павленко, директор компании торговой системы. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы зрителю было понятно, для начала расскажите, что за вас компания, чем вы занимаетесь? Мы свою деятельность в городе Барнау начали в 2019 году. Занимаемся производством оригинального, необычного рекламного мерча сувенирного. То есть это, ну, к примеру, нанесение изображений на кружки, тарелки. Но поскольку мы говорим про импортозамещение, в чем, собственно, уникальность вашего, да, случая? Идея с импортозамещением возникла как раз-таки вот в период, когда возникли трудности с поставками, учитывая тот факт, что мы напрямую связаны с подобной продукцией. То есть, как многим известно, те же кружки, это поставщик Китай. Вот. Соответственно, как только мы столкнулись с этими трудностями, мы сразу подумали, а почему бы нам не взять и не изготовить, не произвести что-то аналогичное, но что будет общедоступно, всегда будет доступно и по цене достаточно конкурентоспособный. Я немного уточню, а в чем была необходимость именно сейчас вот разрабатывать некий другой материал, да, когда у нас с Китаем все-таки дружественные отношения? Ну, это сегодня дружественные отношения, да. Завтра Китай может сказать, ребят, мы закрываемся. То есть было бы несчастье, да? Да, и для всех это станет, ну, на грани катастрофы, потому что, ну, данная продукция пользуется очень обширным спросом у всех рекламных компаний. Вот, соответственно, мы хотим заместить Китай. То есть эта идея пришла буквально, наверное, в этом году, да? Эта идея, да, пришла вот как раз в период кризиса, скажем так, когда начались проблемы с логистикой, с поставками и всеми остальными делами. Проблемы с логистикой, поясните. С поставками, то есть многие компании логистические просто приостановили поставки в Россию, потому что, ну, неизвестно было, кого накроют санкциями, кому запретят работать с Россией. И, соответственно, Китай пока держится, ну, неизвестно сколько это будет. Ну, и как бы, тем не менее, считаем... А что это за уникальный состав? Материал будет легче, тверже? Как? Материал по прочности будет сравним с керамикой, но будет легче. Соответственно, мы работаем над тем, чтобы этот материал был, использовался для пищевых продуктов, потому что, несмотря на то, что это, ну, кружки носят сувенирный характер, тем не менее, все привыкли, да, налить чайку, кофейку, попить из них. Соответственно, материал должен соответствовать нормам, всем и требованиям. Чтобы он легко мылся в посудомоечной машине, нагревался. Вот. А легче это на сколько? На сегодняшний день мы добились того, что кружка наша легче на 50 грамм. Ну, ощутимо в руке, когда держишь? Ощутимо достаточно. Почему еще мы работаем над тем, чтобы материал был легче? Потому что стоимость логистики на сегодняшний день достаточно высока. И, соответственно, если одна кружка будет весить на 50 грамм, 10 кружек – это уже полкилограмма, а 100 кружек – это 5 килограмм. Соответственно, это ощутимая, скажем так, разница в цене и экономия. Вот. Потому как большинство работают не только в пределах своего города, да, ну, и в пределах края, и, соответственно, по всей России. Вот. Ну, и… Керамику заместили, скажем. А с тканью нет ли у вас мысли что-то сделать? Потому что ткань сейчас нынче тоже очень дорога. По тканям пока мы не думали, но вот пока заострили свое внимание именно на керамике. Угу. Нужно добиться разработать, изготовить готовый продукт один, а уже после этого… А как он будет называться? То есть, если это не глина, не керамика, что это? Как это называется? Ну, пока находится в процессе разработки и тестирования, оставим это в маленьком секрете. Вот. Ну, после уже… То есть, буквально вот в считанный месяц вы придумали некий новый материал? Ну, грубо говоря, да. Это огромная команда, наверное? Это команда единомышленников. Кто-то отвечает за технологический процесс, кто-то за идейные соображения какие-то. Как бы в числовом измерении сложно сказать, потому что привлечено достаточно много людей. Вот. Тут задействованы и семья, и друзья, и единомышленники, партнеры. Соответственно, команда большая. А когда уже вот будет готов продукт? Вот сама эта кружка, легкая, удобная. Когда она будет готова? Когда ее можно будет приобрести? Пока конкретные сроки мы не готовы назвать, но мы стремительно идем к тому, чтобы в ближайшие сроки уже выпустить в серийное производство. Материал новый. Затрат для него наверняка нужно много. Работа целой команды. Не отразится ли это все на стоимости продукции? Несмотря на то, что материал новый, мы стремимся к тому, чтобы сырье, которое мы используем для производства, во-первых, было доступно в пределах Российской Федерации, чтобы мы, опять же, не зависели от каких-то импортных компонентов и при, опять же, любом каком-то негативном случае, связанном с мировой политикой, экономикой, мы встали в ступор. Ну и, соответственно, мы стараемся сделать, чтобы данная продукция, она была более доступна людям, потому что, если взять, к примеру, данную керамическую кружку, ну, скажем так, за два года цена выросла в три раза. Соответственно, на сегодняшний день... Опять-таки, из-за логистики, из-за всех... Из-за логистики, да, из-за увеличения стоимости сырья, ну, а большинство, скажем так, большая часть увеличения стоимости, она же все равно неким образом зависит от логистики, да, то есть подорожало топливо, подорожала доставка, соответственно, подорожал конечный продукт. Сегодня в стране и в целом наблюдается, ввиду, конечно, политики, да, экономики и внешнего давления взят курс на импортозамещение и поддержку отечественных производств. Какую поддержку вам оказывает государство и с кем вы сотрудничаете? Ну, к помощи государства мы не прибегали, не просили, скажем так, каких-то финансовых вложений в нашу компанию на разработку данного продукта. Вот, мы сотрудничаем с фондом МСП, вот. Это мой бизнес, который. Это мой бизнес, да, который в свое время сыграл, скажем так, судьбоносную роль во всех смыслах этого слова. А какую? Интересно, расскажите. Ну, не углубляясь в подробности, скажем так, начали сотрудничество деловое с фондом, закончили созданием семьи. Даже так? Даже так. Здорово. Разработка будет уникальной, цена будет доступной, а внешне это будет как-то отличаться, я имею в виду, продукт будет отличаться от того, что было раньше? Ну, нет, мы стараемся сделать аналогичный продукт во всех смыслах, даже визуально, чтобы это была продукция привычного характера для клиентов. Возможно, какие-то в дальнейшем будут более интересные, уникальные разработки в плане форм, расцветок, еще чего-то. Ну, вот на сегодняшний день у нас задача стоит в том, чтобы данный продукт соответствовал прочности, доступности для пищевого использования, скажем так. Ну, соответственно, немаловажный фактор – это все-таки цена, потому что мы хотим, чтобы как можно больше людей могли позволить себе приобрести данную продукцию, потому что увеличивается стоимость, скажем так, заготовки, ведь мы приобретаем без изображений, вот все рекламные кампании приобретают без изображений. Вот вы сегодня к нам пришли с кружкой, это кружка еще из керамики? Это кружка пока из керамики, да. Значит, ждем, когда придете с вашей уникальной кружкой, заберу ее себе лично. Ну, надеемся, что самое ближайшее, как только, да, у нас будет готовый продукт, мы принесем, вам подарим, да. Обязательно презентуете. Обязательно. Виталий, спасибо вам большое за беседу, успехов вам во всех ваших делах. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях был предприниматель Виталий Павленко.